МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Привет! Сегодня у нас второй с вами конкурсный день. Борьба в самом разгаре. Я хочу узнать, вы готовы отвечать на мои вопросы? Да. Молодцы. Ребята, самое время приступать к нашему первому конкурсу. Как и вчера, тема этого конкурсного дня это безопасное поведение с посторонними людьми. К посторонним относятся все, кроме мамы, папы, бабушки, дедушки, братьев, сестер. Вы это уже знаете. А сейчас я предлагаю посмотреть, что бывает с теми, кто не соблюдает правила поведения с посторонними людьми. Давайте посмотрим. Как можно? Педагоги, воспитатели учат детей не верить людям. Никакой опасности от незнакомцев на улице нет! Накаркали, умники! Ребята, сегодня мы с вами будем говорить о том, как правильно нужно входить в подъезд. Для многих, ребят, это может показаться мелочью, но на самом деле это очень важно, потому что подъезд может быть таким же опасным местом, как и многие другие места. И тем более, если вы не знаете тех людей, с которыми вы заходите в подъезд или находитесь в подъезде. Итак, в первом нашем конкурсе, ребята, ничего сложного не будет. Я буду вам загадывать загадки, а вы должны будете найти ответ, разгадку на своей доске и правильную картинку принести мне. Это нужно сделать быстро, на скорость. За каждый правильный ответ фишка, а тому, кто справится быстрее с заданием, будет еще одна фишка. Понятно? Итак, ребята, слушаем первую загадку, слушаем ее до конца, а потом по моей команде вы начинаете бежать к своей доске и нести правильный ответ. Этот чудо-механизм вызывает оптимизм. Кнопочку нажал, и вот он тебя наверх везет. Марш, побежали искать разгадку. Что за чудо-механизм? Что это у нас, Кира? Это домофон, Кира. Давай, Ярослав, свою картинку. Что здесь изображено, Ярослав? Лифт. Лифт. Кирюша, вот ты была невнимательна, потому что я говорила о каком-то механизме, который должен человека поднимать вверх. А здесь у тебя изображен домофон. А ты, Ярослав, абсолютно прав, и поэтому ты зарабатываешь фишку за правильный ответ. Молодец. Держи. Первая фишка твоя. Будьте внимательны. Вторая загадка. Вот огромный шумный мир. В нем 400 квартир, 5 подъездов, домофоны, остекленные балконы. Марш! О чем идет речь? Быстрее думаем, приносим. Ярослав принес. И Кира. Что это у нас? О чем шла речь в этой загадке? О доме, да? Дом. Правильно, вы вдвоем отгадали, поэтому каждый по фишке, а Ярослав дополнительно фишку за скорость. Молодец, Ярослав, держи. Кира, а ты быстрее так поднажми скорость. Ты же не забываешь, что это задание у нас на скорость. Этажей в подъезде много. Дверь внизу закрыта. На двери привратник строгий, а чужих защита. Много кнопок, микрофон. Кто пришел, расскажет он. Всем жильцам большой помощник. Кто же он? Побежали. Быстрее, быстрее. Ах, молодец, Ярослав. Кира все растеряла. Итак, разгадка в этой загадке, Ярослав, что? Домофон. Домофон. Правильно. Ярославу и за правильный ответ, и за скорость. Две фишки, а Кире одну фишку за правильный ответ. Держи. И последняя загадка. Слушайте внимательно. Хвост во дворе, нос в конуре. Кто хвост повернет, тот и в дом войдет. Побежали. Быстрее, быстрее. Что за хвост, который... Кира, тебе, конечно, повезло, что ты оказалась все-таки быстрее, Ярослава, но так себя вольно вести, когда у нас задание на скорость, по-моему, недопустимо. Правильно, ребята. В этой загадке речь шла о ключе. Правильный у вас у обоих ответ, и поэтому Ярослав за правильный ответ, и Кире за правильный ответ, и за скорость две. Молодец. Немножко реабилитировалась под конец. Держи. Пригнай. Ну что ж, давайте посчитаем после первого конкурса, сколько фишек вам удалось заработать. Считайте. У меня четыре. У тебя четыре. Да, Ярослава, у тебя? Пять. Молодец. Целых пять. Хорошо. Итак, ребята, сейчас... Шесть, то есть. Шесть. Отлично. Сейчас время встречи с нашим знакомым, с дядей, с которым мы познакомились вчера. Это эксперт по безопасности. Он готов вам рассказать какую-то очень полезную информацию. Давайте-ка повернемся. Он готов выйти с нами на связь. Ребята, здравствуйте. 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 Мы с вами уже успели познакомиться и даже узнать несколько главных правил поведения при встрече с незнакомцами. Надеюсь, вы хорошо запомнили. А сегодня мы с вами будем говорить о том, как себя правильно вести, когда вы заходите в подъезд. Для начала ответьте мне на простой вопрос. Можно ли заходить в подъезд вместе с незнакомым человеком? Не важно, женщина это или мужчина. Правильно, Ярослав сказал. Нельзя. Хорошо, слушаем дальше. Ребята, вы абсолютно правы. В такой ситуации надо звонить родителям или ждать около подъезда соседей, которых вы хорошо знаете. Понятно? Да. Да. Ребята, если незнакомый человек уже находится в подъезде, надо сразу развернуться и выбежать на улицу. Дальше, как я уже говорил, ждать или звонить. Всегда пользуйтесь домофоном, когда дома родители. Даже если у вас есть чип. Взрослые обязательно должны знать, что вы вошли в подъезд. Я, как всегда, желаю вам победы в игре и безопасности в жизни. Ребята, сейчас время нашего заключительного конкурса на сегодня. И сейчас мы проверим, насколько вы внимательно слушали нашего эксперта по безопасности. Мы с вами сейчас развесим карточки. Ярослав, давай ты на своей начни стороне. Кира, идем мы с тобой на твою доску будем развешивать. Ребята, ссойте. На, держи. Этого задания будет заключаться в том, что я буду читать вам вопросы, а вы ответ должны будете найти на доске и принести ответ мне. За каждый правильный ответ вы получите фишку. А кто будет быстрее справляться, получит еще одну дополнительную. Все карточки у вас на доске. Теперь вам только остается внимательно слушать мои вопросы, правильно отвечать и на скорость, на скорость это делать, приносить карточку мне. Можно ли открывать дверь домофона посторонним людям? Быстро, думаем, приносим мне ответ. Все, Кира, Ярослав справился. Он справился абсолютно правильно и получает фишку. И за скорость. А, хотя, Кир, ты тоже ответила правильно, да. Мы же даем каждому за правильный ответ. И еще одну тому, кто справился быстрее. Клади сюда. Слушаем второй вопрос. Можно ли заходить в подъезд с посторонними людьми? Быстрее, думаем. Так, нет, а Кира считает, что да, неверно Кира считает, а Ярослав считает правильно. Из-за скорости, из-за правильного ответа две фишки. Молодец, клади назад. Что делать, если к вам в подъезде пристает с вопросами незнакомый человек? Читаем, Кира, Ярослав, что у вас написано. Что делать, если к вам в подъезде пристает незнакомый человек? Так, это твой вариант ответа. Сейчас подождем Киру. Первое, что нужно в этой ситуации делать, и об этом говорил дядя Руслан, нужно выйти на улицу. Поэтому Кира оказалась не первой, но зато ответила правильно. Поэтому одна фишка в твою копилку. А у тебя нет. Возвращайтесь. И последний вопрос. Внимательно слушаем, ребята. Что делать, если около подъезда стоит незнакомый человек, а вам надо домой? Так, Кира, покажи, что ты нам принесла. Так, теперь подождем Ярослава. Слушай, еще раз, Ярослав, вопрос. Что делать, если около подъезда, то есть на улице, стоит незнакомый человек, а ты говоришь выйти на улицу? Это неправильно. Правильно сказала Кира. Правильный вариант принесла. Подождать знакомых. Правильный и быстрый ответ, поэтому две фишки Кири на этот раз. Молодцы, ребята. Присаживайтесь. Все, давайте посчитаем, сколько вам удалось сегодня заработать фишек. Кира, считай свои. Я уже считала 8. 8? Ярослав, а у тебя? 10. Ох, какой молодец. Так, значит, Ярослав, Кира. У Киры был первый конкурс на день 7, а сегодня 8. Итого 15, а у Ярослава было 5, а сегодня сколько ты говоришь, Ерисов? 10. А сегодня какие вы молодцы? Один стоящий, равный соперник. 15-15. Самый наилучший счет. Ребята, я вас поздравляю. Молодцы. Сегодня вы хорошо справились с заданиями. Готовьтесь к завтрашнему соревновательному дню. Я вам желаю успехов. И до встречи, ребята, в нашей стране безопасности. Пока-пока. Одежда для ведущей предоставлена магазином женской одежды «Бурвин». Проспект Ленина, 51. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова